Добрый день, друзья мои зрители, с вами доктор Константин Сегодня наша тема лекции Фидеорукость следующая с помощью точки F10 Дзюули Мы тонизируем, активизируем, пробуждаем, наполняем энергией головной мозг Пожалуйста, смотрим внимательно как простирается данный меридиан пунктирная линия, что он контролирует внутри какие органы и где он заканчивается, пожалуйста, головной мозг. У печени есть одно маленькое свойство, у меридиана печени не путайте с органом, очень прошу. Меридиан печени объединяет правую и левую полушарию головного мозга Вот это самый важный аспект Поверьте, при многих заболеваниях идет разъединение головного мозга Вот почему головной мозг относится к органам, к главному органу, простите, к важнейшему органу центральной нервной системы Вот всегда у людей есть заболевание центральной нервной системы из-за того, что данный меридиан не выполняет свою функцию Вот представьте себе Диагностика 12-меридам нам в помощь Итак, головной мозг Вы знаете, его лучше не исследовать Почему? Потому что там как сказал человек, очень грамотные, умные слова что голова делать умное исследование не подлежит Головной мозг тем более Но головной мозг контролирует и управляет органами чувств Управляет планированием человеком Решением принимать Вот человек, кто-то там колеблется А есть у человека, допустим, да, да, нет, нет Он четко знает ответ Он четко для себя дает установку И это говорит о том, что головной мозг работает у него отлично Идеально В связи с тем, что работает данный меридиан Выполняет прекрасно Это координация движения И вообще координация Это положительные и отрицательные эмоции наши с вами Хотя за все эмоции отвечает желчный пузырь Помните, пожалуйста Ну, как раз с печенью они вместе работают по теории усил Это внимание, это память, это мышление Ну и, конечно же, головному мозгу приписывают очень много психических функций В нашем с вами организме И отчасти в этом есть правда Но помните, восточная медицина и Восток дело тонкое Тонкость заключается в том, что голова большой роли не играет От нее много бед Потому на Востоке голове отдавали предаточное Скажем так, второстепенное значение И меридианы этому свидетельствуют Вот и все Представьте Представьте, если данный меридиан не работает В нем нет энергии Она не поднимается вверх и не выполняет свои функции Вследствие чего страдает головной мозг Чтобы пробудить головной мозг Точка F10 Дзюули Вам в помощь данную точку следует тонизировать, активизировать Но помните, уважаемые зрители С большими и длинными меридианами Нужно их тонизировать осторожно Вопрос, почему нужно осторожно? Ответ, вот представьте, вы дали много энергии в данный меридиан Он воспалился Вследствие чего энергия может подняться вверх Начинать наводить там порядок А когда ее много Голова становится тяжелая Появляются головные боли Головокружение Дискомфорт Чтобы этого не происходило Помните, данную точку следует тонизировать Мягенько, аккуратненько Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!